Я на этом будущее. Спокойно ли я? Да. То есть начинают наши начальники, как обычно, и Юлия. А вот то, что Китай может в Москву прийти, вот это факт. Да, я открываю, пока здесь митинг какой-то происходит. Америка против Китая. Война с Ираном. Ну дать по этим преступным кровавым рукам. По этим наступим весом, чтобы как-то влиять. Слышь. Страна такая. Да, ищи. Когда вот первые фактически вести о войне пришли, то люди, которые участвовали в движении против войны в Чечне, ну вот как спонтанно, в общем, собрались и решили, что мы должны что-то сделать. Ну понятно, что в тех условиях, которые сейчас есть, много мы сделать не можем. Сейчас для нас не важно даже разбираться, кто виноват. Да, для нас важно установить мир. Сейчас каждый день вот не закончившейся войны, он мало того, что усугубляет возможности дальнейшего мирного взаимосуществования соседних народов и русского, и осетинского, и грузинского, мало того, что он роняет позиции международного престижа России в мире, он еще и истерику, и антидемократические тенденции безмерно усиливает внутри России, да. То есть вот этот позыв к единомыслию, он просто так ведь не пройдет, да. При том, что и так все было очень плохо. Ну вот мы еще сделали еще несколько больших шагов назад, да. То есть вот до врагов народа уже очень близко, да. Сергей Давидец, антиванный клуб «Союз солидарности политзаключенных». Позор военным преступникам! Позор военным преступникам! Позор военным преступникам! Я думаю нельзя, стоять. Артен, знаешь, как у Shutaker просто ими два. Здорово! Во всей армии груз, вообще вся, вся объединяя груза. Солдат, домой! Диктатор, домой! Солдат, домой! Откуда они возьмут артиллерию авиации? Ну откуда, если бы не наша... Вам сколько заплатили за это? Ну начинается, начинается, дорогая... Что не надо провокация. Ну все, идите. Я же не спросил, сколько вам заплатили, чтобы вы сейчас... Вы, я считаю, что вы говорите глупость.